Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Абсолютно дичайшая история, как мне кажется. Я вчера зарегистрировался в Твиттере. Довольно интересная там и удобная выдача новостей по разным источникам. Можете, кто есть в Твиттере, найти меня Будда Гришна. И сразу первая новость, которая мне попалась, когда отмечаешь интересы. Ну, я отметил новость, там перечислил все источники, на какие хочу подписаться, чтобы читать. И меня это, конечно, поразило до глубины души. Но это уже, вы знаете, дальше некуда, что называется. Все дело в том, что на Дону пенсионерка замерзла насмерть в своем доме из-за отключения газа. Представляете, ей отключили газ за долги, и она насмерть в своем доме замерзла. Это же просто уму непостижимо. Это уму непостижимо, чтобы в 21 веке, когда дают команду газифицировать всю страну, когда столько говорят «Газпром национальное достояние» и так далее, у человека, у пенсионерки отключили газ, и она замерзла насмерть. Это просто, ну, меня просто это повергло в шок, друзья. Значит, все дело в том, что следователи и администрация поселка, где она жила, он называется Миллерово, разбираются в причинах трагедии. Здесь две новости. Одна сначала была, которую мы сейчас прочитаем, и дальше, уже когда про газ выяснилось. Вот послушайте, в Миллерово в собственном доме насмерть замерзла 65-летняя женщина. По информации источника 161.ru, знакомого с ситуацией, ну, много где уже сейчас публикуют это, женщине из-за долгов отключили отопление. Ну, безусловно, мы все понимаем, пандемия коронавирусной инфекции, мы не, там, Пригожины или еще кто-то, кому надо по 2 миллиона в день. Люди живут просто на абсолютно деньги, которые не соответствуют ценам даже в магазинах. А пенсионеры уже подавно. 65 лет, пенсия 7, 10, там, 11 тысяч рублей. Совершенно непонятно, как с этой пенсией можно оплатить коммунальные услуги, заплатить за продукты питания, купить лекарства. Ну, это просто невозможно, понимаете? То есть, социальное обеспечение в виде выплаты пенсии, оно не просто неправильно, оно не должно быть таким, как оно у нас есть. Просто не должно быть таким. Понимаете? Когда, значит, силовикам повышают, вот просто в разы взяли, повысили, вы помните этот момент. Ну, понятно, для чего это было нужно, да? А в разы вот так повысить хотя бы в 2 раза пенсию никак нельзя было? Я понимаю, что пенсионеры – это люди, которые отработали свое вроде как. Значит, благодаря им вы живете. Благодаря им вы можете принимать решения какие-то. Благодаря им вы управляете страной, в конце концов. Благодаря пенсионерам. Это благодаря им мы сейчас с вами на YouTube можем снимать видео и смотреть разные ролики. Это все сделали пенсионеры. И вот это наплевательское отношение – это большой показатель. Не зря кто-то говорил, да, значит, что отражение ситуации в стране – это отношение к детям и к пожилым людям. Значит, тело женщины с признаками переохлаждения обнаружили днем в доме номер 22 на улице Московской. Обстоятельства смерти женщины выясняют следователи Следственного комитета, которые обратились в Миллеровскую администрацию с просьбой выяснить, как работала система отопления и как же вышло так, что женщина в собственном доме умерла от переохлаждения, друзья. Ну, то есть она просто, попросту замерзла. Она замерзла в доме. Настолько было холодно, и денежек, видимо, не было оплатить долг за газ, что она просто-напросто замерзла у себя дома. Значит, там сейчас выясняют, чья это собственность. Но, насколько помню, это частный сектор. За отопление в частных домах администрация не отвечает, рассказал 161.ру, источник в органах местной власти. Самое главное сказать, что администрация не отвечает. Понимаете, в чем наша проблема? Наша проблема заключается в тотальном, всеобщем равнодушии. равнодушии к соседу, равнодушии к тому, что происходит на улице, если там, я не знаю, какие-то хулиганы пристали к кому-то. Один из, я не знаю, ста подойдет и будет разбираться, потому что мы все знаем, что потом виноватым останешься еще и ты. И вот это тотальное равнодушие, друзья, это ужасно. Это ужасно, что и агрессия. Всеобщая равнодушие и всеобщая агрессия. И понятно, что это все взращивалось не один день в людях. И у людей это не просто так. Людей нужно воспитывать. Любых взрослых детей. Музыкой, культурой, искусством, телевидением. И посмотрите, что делается у нас по всем этим направлениям. По всем этим направлениям. Значит, по информации другого источника 161.ру в правоохранительных органах информация об отключении отопления за долги пока не подтвердилась. Значит, проверяют обстоятельства трагедии. И вот буквально, значит, сразу же вместе с этой новостью выходит через два дня следующая, вот 11 февраля. Версия подтвердилась в доме миллеровской пенсионерки Миллерова. Шутка ли? Ну, Миллер, значит, кто он? Председатель правления, значит, глава, в общем, назовем глава Газпрома. И в Миллерова, миллеровская пенсионерка называют, она погибла. Значит, в доме миллеровской пенсионерки, замерзшей насмерть, отключали газ. Значит, в доме 65-летней жительницы Миллерова, которая умерла в собственном доме от переохлаждения, за неуплату отключали газ. Это подтвердили в 161.ру в пресс-службе компании Газпром газораспределения Ростов. Женщина жила в частном доме номер 22 на улице Московской, Миллерово, Московской, да, слушайте, прям вот. Газ там отключили в мае 2018 года. Из-за долгов 26 тысяч рублей, друзья. Позже заявок, они говорят, на восстановление газоснабжения так и не поступило. То есть, в 2018 году ее отключили, и получается, что 2 года, 2 года она жила вообще без газа. И она выжила еще, получается, 2 зимы. Она как-то отапливала дом. Но, по всей видимости, как отапливала? Согревалась, как могла, что называется. Потому что денег, видать, не было гасить. Вот если у человека нет денег, как ему погасить этот долг? Что он должен сделать? Вот она живет одна, 65 лет. Что ей делать? Она понимает, что долг есть, денег нет. Погасить нечем. Как его гасить? Да никак. Жить без газа. Приготовить что-то можно поесть. Но это же ужасно, друзья. Почему? Потому что в тот момент, когда мы разбираем какие-то проблемы, говорим о каких-то прорывах, я не знаю, хрен знает каких. Когда говорят, что вот, если там все у нас хорошо делается. В нашей же стране, в 21 веке, женщина умирает от того, она живет это время, мы не знаем об этом. Живет без тепла в доме зимой, 2 зимы. Еле как готовят там, непонятно как, одна. И никому нет до этого дела. Никому. Все только говорят о прорывных реформах и о том, что все будет, я бы сказал как, хорошо. Но это же просто ужасно абсолютно. И получается, зимой 2021 года у нее уже третья зима. И она, видимо, она, наверное, укрывалась как могла, согревалась как могла. Но если дом не отапливается зимой, температура там какая? Минусовая там температура. Если дом, частный дом зимой не отапливать никак, в нем будет минусовая температура. Очевидно, в чем была проблема уже, значит, газ потом подвести. Ведь система водоснабжения, все знают, сделана таким образом, что если, почему нужно постоянно подогревать частный дом зимой в холодные минусовые температуры на улице. Потому что вода в трубах, которая подогревается газом в системе отопления дома частного, она просто, если не подогревать ее, она превращается во что? В лед и распирает трубы. И лопаются трубы батареи, все. Очевидно, что в первую зиму, сразу же, как у нее долг образовался в мае, вот в мае, зима 2018 года, у нее лопнули трубы, видимо, и вся система отопления, она просто, просто пришла в негодность. Поэтому мало погасить долг за газ, надо было еще, видимо, смонтировать заново систему отопления. А это не дешевые деньги, это нужно полностью все трубы заново заменить, воду туда закачать, газ дать и протестировать всю эту систему. Это до хрена денег стоит, друзья. И пенсионерке вот она обогревалась, как могла. Но, видимо, черный день для нее настал, если можно так выразиться. В 2021 году, друзья, когда обсуждает наночипы, машины, Apple, еще что-то. Пенсионерка просто-напросто со льдом в трубах в минусах. Это получается постоянный минус в квартире. Это постоянное переохлаждение. Действительно, человек лег и просто-напросто во сне он не чувствует этого. Так, можно согреваться, ходить более или менее, не чувствуя? Но это же ужасно, это же пытка просто натуральная. Это же, я не понимаю, как вообще может быть? Значит, при этом договор на газ, они говорят, газовщики, был заключен не с умершей, а с другим человеком. С кем именно, не уточняется. А что не уточнить, почему? Что за секрет опять? У нас все не уточняется. Так вы уточните, с кем был договор заключен. С мужем, может быть, умершим. С сыном, который уехал и совершенно не заботился о том, как его мама живет. Значит, ну это ужасно. Известно, что женщину нашли в доме мертвой со следами обморожения, друзья. Сейчас в ситуации разбирается следователь и местный административ. А что разбираться-то уже? Ее уже нет в живых. Разбираться надо было пока, значит, она жива была. Надо было помогать, разбираться. У нас обычно, так всегда бывает, разбирается уже после. Что-нибудь рухнет, разбираются. По всей стране проверят, пять, что-нибудь рухнет. Так же здесь. Женщина жива была, надо было помочь. Два года. Два года надо было хотя бы. Вот, понимаете, хотя бы один человек бы задался вопросом. Послушайте, вот у нас одинокая пенсионерка живет. Два года нет заявок на подключение газа. А как она обогревается? Давайте выездную комиссию или там... Да после работочек, дайте заедем, посмотрим. Да плевать хотели все. Плевать они хотели. Понимаете? Заплатил? Заплатил. Не заплатил? Умри от обморожения дома. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал. На телеграм-канал, ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. На твиттер. Ужасно. Это просто ужасно. Это в голове не укладывается. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok